Привет, друзья! С вами Максим. Вы смотрите самые интересные каналы русского YouTube Official Journey Style. Я вас категорически приветствую на своем канале. Сегодня у нас 17 апреля. Воскресенье. Вербное воскресенье. Я вас всех поздравляю с этим праздником. Вербное воскресенье – это, можно сказать, предтеча Пасхи. И те, кто отмечают Пасху, соответственно, уже начинают готовиться. Пасха будет ровно через неделю. Мы будем разговляться. Есть куличики, есть яички, есть Пасхи. Ну и, соответственно, светить, заниматься домашними делами. Сегодня, на самом деле, я хотел бы поговорить. Такой достаточно, с одной стороны... Ну, с такой достаточно, с одной стороны, очень, ну, очень простой теме. А с другой стороны, это очень сложная и многогранная тема. Это, в принципе, работа над собой. То есть, вот почему я захотел... Ну, даже не то, что неправильно сказать захотел. Почему я вот, ну, как бы пришел к этой теме. Но, в принципе, честно могу сказать, перестал работать над собой. Да, вот просто перестал работать над собой. И как-то себя распустил. Ну, это, наверное, не есть правильно. Потому что работать над собой надо. То есть, любой человек должен работать над собой. В принципе, любая работа над собой, она должна быть. То есть, это не только работа, там, как бы, физически, но и это работа умственная, моральная. То есть, работая над собой, должен получать довольствие. То есть, ты должен видеть, мне так кажется, как меняется внутреннее твое состояние. И, соответственно, как ты потихонечку становишься, ну, так скажем, максимально... Максимально достаточным, самодостаточным, максимально счастливым. И обретаешь вот это какое-то твое внутреннее понимание, что работа сделана не зря. То есть, почему? Ну, обычно, как бы, вот, в формате работы над собой. То есть, это, в принципе, ну, самое то, что, вот, например, ну, такое, как бы, всем бросается в глаза. То есть, это, в принципе, там, борьба с лишним весом. Ну, это, да, то есть, там, как бы, там, ты был максимально, максимально толст или, наоборот, максимально худ и добился того результата, который, который тебя устраивает. Ну, ты молодец, это работа над собой. А если ты перестал работать над собой, то, по факту, получается следующее. То есть, начал, ну, так скажем, баловаться сахарком, баловаться газировочкой, баловаться еще непонятно чем, и из более-менее нормального человека превратился в какую-то обрюзшее непонятное ничто. Ну, понятное дело, что ты понятное ничто, но в целом ситуация, она вот такая. Или, наоборот, другой момент, да. Ну, поставил себе цель прочитать какую-то очень длинную книгу. Ну, предположим, например, там, что у нас там очень длинное. Ну, там «Война и мир», да, там 4 тома, 2 тома послесловий, того там, ну, достаточно много страниц. То есть, вот, если ты не работаешь над собой, не заставляешь себя это делать, ну, нет, кому-то, может быть, это все нравится, я не спорю. Но в целом, например, вот если ты, ну, не заставляешь себя и внутренне не готов к этому произведению, то, наверное, в каком-то, ну, на какой-нибудь там 50 какой-нибудь или даже там какой-нибудь 100 какой-нибудь страницы, ну, тебе просто внутреннее твое «я» скажет, ну, пацан, по-моему, ты куда-то не туда идешь. И давай-ка мы не будем заниматься садомусохизмом и, в принципе, перестанем. Ну, вот это вот как бы будет уже невыполненная работа над собой. То есть, знания, они также важны, как знание силы, и сила — это знание. Ну, вот история вот такая. То есть, я считаю, я, наверное, даже не то, что я считаю, я уверен там на 150 процентов, то есть, работать над собой надо. И работать над собой, она должна быть максимально, она как-то максимально заточена под то окружение, ну, наверное, ну, не под то окружение, которое окружает человека, а, в принципе, под его мировоззрение, под его какую-то такую, наверное, правильно сказать, под его какую-то такую вот то место, которое он занимает в мире. Потому что, ну, как бы чисто для себя работать, ну, наверное, это тоже не совсем, это, ну, неправильно сказать, не совсем верно, да, это верно, но в целом ты не будешь чувствовать отдачи. То есть, отдача, она тоже очень важна. То есть, если ты работаешь над собой, то ты работаешь для чего-то. То есть, ну, предположим, да, там человек учится дополнительно, он постигает какие-то азы мастерства, постигает еще какие-то навыки, то есть, у него появляются, ну, то есть, ну, ему нужно это где-то дополнительно применить. И вот эта работа над собой, она, ну, она важна, и она максимально, ну, даже не то, что важна, она должна приносить максимум пользы. То есть, в принципе, вот основа моей мысли – это работать над собой нужно. Насколько сильно уходить в какие-то дебри внутреннего самоконтроля, ну, наверное, как бы тут тоже, то есть, ну, фанатизм должен быть, но в правильном русле. Поэтому мне кажется, что это важная вещь, но в то же время, то есть, не надо доходить до абсурда. То есть, не надо, ну, если, опять же, мы говорим о том, что если человек или там девушка или парень, то есть, вдруг резко захотели похудеть, то есть, как бы не надо худеть там на 50-60 килограмм и становиться какие-нибудь там сумасшедшими анорекс людьми, которые уже это все переходят в какую-то сумасшедшую болезнь, то есть, это тоже, наверное, не очень правильно. И то же время, то есть, да, как бы человек хотел работать над собой, он хотел там немножко подкроить свое тело, пошел в зал, стал там как бы гиперусиленно заниматься, потом как бы обдолбался всякими непонятными анаболиками, расширился до неимоверных размеров. Ну, наверное, это тоже не совсем правильно. И то же время, да, то есть, как бы, ну, то есть, должна быть какая-то определенная золотая середина. То есть, ну, я так считаю. Поэтому сегодня вот высказываю свое мнение на тему работы над собой. Честно могу признаться, не всегда я сам работаю над собой, но иногда стараюсь. То есть, такая какая-то вот внутренний есть, как это сказать, внутренний триггер, внутренний спусковой крючок, когда ты его спускаешь, и он тебе говорит, что вот уже все, уже пора, и ты почему-то начинаешь там работать над собой. Ну, предположим, да, там самое простое, то есть, это там начинаешь утром делать зарядку, начинаешь какие-то вещи выполнять по дому, то есть, там достаточно регулярно. То есть, там, ну, вдруг там разобрал балкон неожиданно, то есть, там, поработал над собой над своим жилищем. Или там, например, там, помыл окна, ну, тоже как бы поработал над собой над своим жилищем. То есть, разобрал свое древнее старое тряпье, что-то выбросил, что-то новое купил, опять же, поработал над своим гардеробом. Ну, то есть, в принципе, ситуация, она, ну, мне кажется, максимально сейчас. Ну, сейчас, да, вот в формате вот этого, как бы, весеннего пробуждения. То есть, мне кажется, это очень важная тема, то есть, работать над собой. Я считаю, что работать над собой нужно. Поэтому, если кто так не считает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Насколько я прав или насколько я не прав, подписывайтесь на мой канал. Канал называется Official Journey Style. Канал, в принципе, изначально задумывался как канал о путешествии. И сейчас это, то есть, максимально личный канал, который рассказывает о том, что происходит вокруг меня. То есть, здесь есть и автоконтент, и здесь есть и философский контент, здесь есть и стихи собственного сочинения. И в то же время есть небольшие, небольшие нарезки, небольшие нарезки из моих поездок и из гостиниц, где я останавливаюсь. Так что, ребята, спасибо всем, кто на меня подписан. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь. Ну, там всякие подписки, колокольчики, вы все знаете. Поэтому на сегодня все. Работайте над собой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok